Как у нас пришли Ленина, свалили? Ну да. То есть пришло время. Пришли бешеные христиане, которые ломали все статуи. Как они поломали статуи Паруна в Киеве и так дальше. Захватывали так аналитическое пространство? Да. Так а если поставить такой памятник? Стоит. А где? А Германия. Так именно вот так вот построено? Да. А в хранилище Львовского совета четырехметрового такая же статуя есть. Правда там у рыбы голова отбита и нижняя колонна побита очень сильно. Ну в принципе можно там это найти какого-то литейщика и восстановить. Кузнеца там не знаю. Потому что она бронзовая какая-то. Значит есть получается. Поставить его нет смысла. Ну они же не дадут? Нет. Максимум что может если будет какая-то группа достойных людей, то можно будет доставать Дарьяна Треслава, чтобы он допустил, чтобы как-то отсканировать ее, чтобы как-то воспроизвести. Ну хоть сфотографировать там. А саму статую я уверен, что он не даст. Он скорее нас прибьет всех своими руками, чем и даст реликвию. Но там у него на одежде как раз вышивка изображена, там руны изображены. И внизу вся вот эта история на колонне описана. Вот тут у меня, да? Да. Вот эта колонна описана. История его в каком-то. Да. Ну колонна та, которая во Львове стоит, она чуть-чуть другая. Она не такая, как здесь. Здесь колонна символизирует землю, а там колонна символизирует Аллатара. Здесь колонна состоит из как бы нижнего постамента и верхнего, по центру земля, земной шар. А там четырехгранная колонна Аллатара и по бокам еще четыре бога Аллатара. И там описаны подвиги Крода каждой из четырех сваргачетверти. И описана история с Перуном. И описана история, как Крода образумлял Амат Накар Ван Джур, когда она с Перуном воевала и так дальше. То есть он был, можно сказать, что он был дипломатом, да? Ну если он вразумлял, то есть ничего. Ну, вразумлял, да. Это было. Потому что Амат Накар Ван Джур, это та, которая, собственно, настроила с киперзверя на то, чтобы он воевал постоянно с Перуном. У меня такой вопрос по поводу боевых котов. Я, конечно, понимаю, что они по теме сейчас могут именно по правилам. У меня нет. Все, на земле больше нет. У меня нет. Я не ответственный за всю землю. Я не прошелся по земле, по каждой пещере, у каждого посмотрел, что нет. Я знаю, что у меня нет. У моих знакомых нет. У кого есть, может, есть. У меня нет. Больше того, а что мы с ними делать будем тогда? Сейчас есть такая штука, как автомат Калашникова, которую любого боевого кота отправит в мир и ночь. Ты просто вспомнил ваши лекции, вы говорили о том... Ну, парды, это огромные такие, да. Были. Ну, и не только боевые, это охотничьи, скорее, коты. Такие. Ну, охотничьи боевые, да. Охотничьи боевозащитные коты, которые защищали своего князя, жрали врага, который на князя нападает. Могли своего хозяина полудохлого дотащить, куда надо, за шкирку. Тут были верные, да? Ну, да. Мне хотя бы раза четыре в текстах точно попадалась история, как кот дотаскивает своего хозяина до, ну, соответственно, замка или до города, с которым он происходил после того, как на него напали в нескольких случаях, или после того, как его подстерегли, или после того, как он проиграл в битве. А кот его зубами и в город идти полечить. То есть, такой был. Ну, чего, говорят, что во время Второй мировой войны лошади довозили иногда своих до нужного места. Не, ну, лошади, да. Лошади, ну, как-то, понятно, просто я первый раз услышал именно в ваших лекциях, именно в этих попах. Ну, я это изобрел тоже. В летописях это тоже описано. Даже в христианских описано, что такой кот был у того глюка, который называется Ярославом Мудрым. Ну, возможно, сейчас где-то есть такой кот. Ну, возможно. Можем приколожить. Ну, это да. Это я не буду говорить, есть, нет. У меня нет. Это я точно могу, хоть на детекторе лжи подтвердить. Ну, символика вот богов как-то понятна. Кстати, вот тот, кто известный индусам как Парашурам. Здесь, я так понимаю, что здесь написано, как это матрица, здесь это какой-то опасной, какой-то... Прошу рано, но не знаю. Ну, предыдущая, там же идея 10 воплощений. Мансия, аватара, курма, аватара, вараха, аватара. Я не столько глубоко, это человеческое, так что... Жаль. Ну, ничего страшного. Я, по-своему, я больше практику медитации. Ничего страшного, все будет хорошо. В общем, суть в том, что воплощение Всевышнего 16 тысяч лет назад. Когда он защищал славян от донавов, подводных товарищей. Я что-то слышал, что ли? Да. Под водой сидели определенные товарищи. Они начали там нападать на людей. Да. И попросили Всевышнего, чтобы он защитил. Да. И вот это проявление он... И Всевышний пришел, стекир пашкировал Чернобога, который пытался их защитить. Вот у него на щите изображается отсеченная голова Чернобога. И в митроизме традиционным изображением митры является, как митра отворачивает голову и режет глотку быку. Ну, то есть убивает Чернобога. Это там в лекции, когда Чернобог быка и космоса, потом через... То есть там первое, что донавы после как раз всех этих катаклизмов Кадафата падало и все остальное. У донавов разрушился город. Донавы вылезли в Европу, начали уничтожать славян. Славяне взмолились Всевышнему. Всевышний воплотился. Всевышний по секир пашкировал основных донавских лидеров и большую часть войска. Воплотился Чернобог в виде черного быка по молитве князя Донавов для того, чтобы защитить Донавов, потому что князь ему молился всю жизнь, и Чернобог имел обязанность. Он знал, что он не сможет победить Всевышнего, но он решил хоть... Ну, да, я помню. Ну, хоть чисто номинацию. Чтобы отработать побяк. Да. И... Ну, а Всевышний, ну шо ж... На него бежит огромный черный бык. Он топором ему... И на щит поместил. Глаз достал, свет через него пропустил, водосвязь и устроил. Так, получается, Донавов сейчас нету, да? Я не видел. Но моряки говорят, что есть. Говорят, что периодически шо-то всплывает, шо-то там творится. Так, шо, ну, наверное, есть. Мне вот мои знакомые моряки конкретно говорили, что там шо-то есть. Вот, которые конкретно там не так шо от порта к порту, а которые по морям плавают там. Они говорят, шо-то светится в воде. Подлодка, не подлодка. Другой корабль, он не может, ну, глубоко, то есть, ну шо там такое. Какими-то разными цветами, как-то не так там. То испарение, то еще что-то. То есть, ну, там творится шо-то вот свое просто. Причем на их корабле никакими приборами вот они фиксируются. Я потом еще посмотрел, шо в интернете. В интернете тоже есть фильмы на этот счет. Тайны океанов, где показано, шо там есть жители. Когда-то в детстве мне показали фильм, где батискафи спускались в океан и попали вот как-то в некое другое пространство. Там драконы были. Может, воскресшая Атлантида на третий день? Ну, именно такая была проиграна. Она воистину воскресшая или нет? Просто, что наши люди туда попали. Ну, просто я говорю не за такие фильмы. Я говорю, что вот журналисты сделали фильмы о том, что одни говорят, другие говорят. Потом еще же была такая штука, что в некоторых реках какая-то штука плавает. И подлодок нету сейчас таких, которые могли бы в тех реках плавать. Тем более, в 50-е годы вообще не было таких подлодок. А там плавает, а там лазает. То есть про Амазонку? Да не только про Амазонку. Даже, допустим, про Рейн тот же самый. Ну, в каких-то... Может, и в Амазонке. Я не говорю, что там нету снега. Ну, я просто детство же встречал. Ну, вот. Я просто смотрел то, что я смотрел. И вот, вкратце, такая история Радагаста. Это кто? Это это. Шуба Рахма. Да. А посередине кто? Тут написано Сива. Да. Это жена Бога Сива. Всевышний, одно из его имен Сива. Также Сива это имя Рады. То есть получается... Он род, она Рада. Он Свараг, она Матерь Сва. Он Сива, она Сива. Он Радакош, она Макоша. И так дальше. Почему он так тут, вот, в этом... Это просто так слогатых сиренов был? Нет, просто изображение, как одно из троиц, почитаемых западными славянами. Палапские славяне почитали Палинуса. Это имя. Одно из имен Шукра Рахмана в качестве Бога Огня. Почитали Богиню Сива и ее мужа Радагаста. По сути дела, Бог Сын, Бог Отец, Богиня Натс.